Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как принудительно включить режим FCC для Phantom 3 Standard. На многих форумах и блогах обсуждается эта проблема, но ее так никто и не решил. Я сегодня этот вопрос решил. Действительно Phantom перешел в режим FCC, начал дальше летать. Это абсолютно не фейк. Действительно работающее решение. То есть, что нам понадобится? Нам понадобится компьютер, немного знаний, умение редактирования файлов. Итак, мы включаем пульт. У меня он уже сейчас включен. Мы включаем квадрокоптер, коннектим, ждем когда пульт соединится. И на компьютере подключаемся к сети квадрокоптера. У меня эта сеть называется IQ Phantom. Я уже подключен. Вот так же подключаетесь. Смотрите, смысл в том, что в принципе сеть выдает IP-адрес, но не выдает шлюз, не выдает DNS. Поэтому видите, у меня тут восклицательный знак. Светится о том, что подключение ограничено. Нет интернет-подключения. Но при этом этого достаточно для того, чтобы подключиться к Phantom. После этого, что мы делаем? Мы запускаем любой FTP клиент. Соответственно, у меня это CyberDuck. Можно взять абсолютно любой FTP клиент. И смотрите. У меня вот есть закладка. Вы можете просто подключение создать. Для начала мы подключаемся к пульту. Адрес пульта 192.168.1.1. Пользователь root. А пароль мы можете посмотреть. Пароль, соответственно... Так, секундочку. Я сейчас скажу, какой у нас пароль для подключения. Пароль Big с большой буквы. Тильда 9 China. Я сейчас его вам напечатаю вот здесь. Смотрите. Big. Потом вот такая. Тильда 9. И China. С большой буквы. Вот с таким паролем мы подключаемся. Смотрите. Я подключился. Соответственно, для того, чтобы перевести пульт в режим FTC принудительно, что нам нужно? Мы заходим в каталог ETC. Это настройки. Init D. И нас интересуют вот эти четыре файла, которые начинаются с RCS. Вот эти четыре файла. То есть... Давайте я создам новую папочку. И с ней мы будем работать. Так, давайте создадим в этой папочке два каталога. CRC и Dron. Так как мы подключились на текущий момент к пульту. Берем вот эти файлы. И копируем. К себе в каталог. Файлы скопированы. А у меня файлы уже модифицированы. Но я вам расскажу, какие изменения нужно в них провести. Смотрите, берем, находим вот эту строчку, где у вас будет вместо ОК, две буковки GB. Меняйте буковки GB на ОК. Вот. Но это делать лучше не в текстовом редакторе. Видите, у меня там кавычки изменились. А лучше делать там в таком редакторе типа VI, там, либо редактор, который ничего не меняет. Самый простейший редактор. Можно там под Windows использовать какой-нибудь там редактор-блокнот. Вот. Я думаю, он будет, подойдет лучше всего для этого. Вот. Соответственно, так меняем все файлы. По очереди. В каждом файле находим вот эту строчку. Так, сейчас, секундочку, не могу. Вот она, где написано Country. И вместо GB ставим ОК. Потом, то есть, после того, как вы все эти файлы поменяли, после того, вот все поменяли все вот эти файлы, сделали все изменения, эти файлы также обратно закачиваем. То есть, можно обратно закачать. Соглашаемся с тем, что, да, файлы изменены. Все, файлы сюда закачаны. Все хорошо у нас получилось. После этого, что мы делаем? После этого мы подключаемся к самому квадрокоптеру. В чем разница? Разница только в адресе. То есть, адрес квадрокоптера будет 192.168.1.2. Пароль будет абсолютно идентичный. Биг, тильда, 9 и чайна в большую муку. Подключаетесь. И ту же самую операцию. ЕТЦ, НИТ. В другой каталог. Я бы скопировал. Все скопировалось, видите. И так же мы редактируем. Вот, видите. Находим вот эту строчку. И вот этот параметр. GB у вас будет. Ставите ОК. Делаете это со всеми четырьмя файлами. И так же их обратно загружаете. После этого необходимо будет перезагрузить пульт и выключить, включить квадрокоптер. Теперь смотрите. Для того, чтобы проверить все ли получилось у вас, зайдите в папочку var, log и тут будет messages. Скачайте его. И посмотрите текстовым редактором. Смотрите. В логах будет видно, должно быть видно. Вот. что пульт работает в режиме FCC для Соединенных Штатов Америки. Соответственно, я уже проверял после изменений, как летает квадрокоптер. Квадрокоптер. Ну, я честно скажу, мне, у меня где-то 20% добавилось к дальности. То есть, раньше, ну, именно вот здесь он у меня плохо летает. раньше он улетал у меня на метров 250-300, теперь он улетает на 350-370 метров. Ну, это у меня здесь так. В других местах он у меня дальше летает. Ну, в любом случае, прирост есть. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео многим поможет. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Всем пока!